Приветствую вас, мои родные и любимые христолюбчики и братья и сестры во Христе и все люди на земле. Всем желаю радости, добра, счастья, мира, долготерпения, всего самого лучшего в души ваши, в дома ваши, во все сферы жизни вашей. Сегодня поговорим о последних временах. Я вот так подниму палец вверх и скажу «Я знаю будущее». Действительно быть христианином и иметь вот это божественное откровение в виде писаний, конечно, в которых они где-то сокрыты, где-то явно, это уже само по себе благо, счастье, это здорово. Вы знаете, сколько сейчас вот в мире всякого ходит этого, да, ну, все ищут чего-то там сокровенного, тайненького, пытаются разгадать там, вы знаете, каждый год чуть ли не каждую пятилетку, какие только цифры. Нам, кстати, сейчас предстоит 2020 год, 2020. И пусть опять что-нибудь придумают о конце света. И вот быть христианином, иметь на своих руках Библию, библиотеку, ветхозаветных и новозаветных писаний, это, конечно, здорово. Ролик я этот выложу, мы хоть и по тексту побежим, но выложим я его на проповедях. Это уже он раньше лайвом назывался, а теперь, в принципе, без разницы уже. Я буду говорить в свободной форме. Мы с вами, конечно же, не будем читать подряд всю книгу Откровений. Кому действительно это интересно, я всех предлагаю на другой свой канал, Христа, любви, библии, чтения, писаний. Там у меня записан Новый Завет в полном объеме, от первой главы Евангелия от Матфея, в синодальном варианте, до последней главы, последнего стиха книги Откровений. И сейчас я записываю второй круг, мы идем, читаем, назидаемся, изучаем, исследуем. А вот на проповеди я хотел бы выложить в такой свободной форме. Может, кого-то все-таки что-то зацепит, кто-то мается какими-то вопросами. Я, конечно, много слышу, за кем-то тоже смотрю, подсматриваю, как угодно называйте. Особенно я ни у кого не учусь, уже нечего мне смотреть. Вот религиозное мышление всех существующих направлений, сект, конфессий, как угодно их назовите, они совсем не лежат у меня на сердце. Ни православных, ни католиков, ни протестантов. И поэтому в основном, конечно, в своей массе все живут апокалиптическими временами, все уже давно в основной своей массе. Ну, кто действительно, я не беру там захожан в тех же самых ортодоксальных церквях, прихожан у каких-нибудь протестантов, которые тоже чисто приходят, так лишь бы отбыть повинность. А людей, интересующихся, ну, к сожалению, у некоторых сносят голову, они тоже в крайности сдаются там. Не просто, что они там глубоко действительно хотят изучить, познать. А крайности я имею в виду от собственного горя от ума, да. И я вам сегодня просто вкратце покажу. А всех приглашаю, я говорю, на канал Христолюбия и Влечения Писаний. И посмотреть и первое моё чтение книги Откровений. Его бессмысленно смотреть без послания апостола Павла к фессалоникийцам. Его бессмысленно рассматривать без самого слова Иисуса о последних временах. Там я старался всё это делать, поэтому рекомендую посмотреть, кому интересно. Ну, и мы скоро и во втором круге, я думаю, доберёмся до последней книги Нового Завета Откровения. Ну, это когда будет, хотя мы можем пока с вами поназидаться Евангелием, письмами апостолов. Чем сейчас мы занимаемся, ну, на момент записи этого ролика на 23 сентября 2019 года. Ну, а вкратце, мне всё-таки хотелось опять записать такой ролик. Я, в принципе, такого не делал. И выложить на проповеди Холеголаса, пивящего в пустыне, как я назвал этот свой канал. Ну, вы прошлый ролик, кто последовательно знает, смотрели, да. Я там как раз говорил о том, что вообще, по сути, пророчества, в принципе, существовать не могут. Казалось бы, судьбы или определённого будущего не существует, потому что люди свободны. Ну, а откуда-то, почему-то они есть, Бог всё знает. Ну, и кому интересно, я говорю, кто будет смотреть и не смотрел этот ролик, в комментариях попросите, я дам ссылку. Ну, а кто последовательно смотрит, знает, о чём я говорю. И там я хоть и сказал, что эта антиномия неразрешима, но при этом во все пророчества я сам верю. Я верю Иисусу, Его Слово и Его откровениям, данным рабам Его, апостолам, ученикам. Прежде чем, конечно же, о последних временах, я говорю, книгу Откровения читать, надо всегда обратиться куда? К самому Иисусу, к Его Слову. И, ну, самое пространное оно в Евангелии от Матфея, так как оно самое большое, нам это и описано. Но, опять же, перед тем, как ученики спросят, учитель, скажи нам, как это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века, я вам цитирую, читаю, у вас он на экране. Это прямой вопрос учеников, учеников к Иисусу. Это уже буквально на следующий день, кто знает контекст, это 24 глава всего в Евангелии от Матфея, 28 глав, Иисуса арестуют, осудят незаконно, распнут, убьют. Он три дня будет в огробе, в могильной пещере и воскреснет, явится всем ученикам неоднократно и вознесется на небеса. Откуда? И мы ждем его второго пришествия. Но, прежде этого вопроса учеников, надо не забывать контекст, что этому предстояло. Если мы чуть-чуть поднимемся повыше по тексту, мы с вами увидим, что 24 глава начинается с того, как они вышли из Иерусалима, в частности, из храма Соломона, и к нему приступили ученики и показали ему здание храма. И в других Евангелиях мы читаем, тут нету этих слов учеников, как ученики восхищались, и даже Иисусу как бы говорили, учитель, посмотри, посмотри, какой великолепный храм, какие здания, какие камни, какое все величественное, красивое. Здесь, в этом Евангелиях нет, я вам так уже своими словами передаю места Писания из других Евангелий, речи и учеников. Что им отвечал на это Иисус? Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, как все будет разрушено. Мы знаем, что после вознесения Господа на небеса, воскресшем в нетленном бессмертном теле, так и случилось. Руками язычников, как они его приговорили и убили, точно так же руками язычникам, римлян, этот храм был раздолбан так, что на нем не осталось действительно камня на камне. Весь Иерусалим был разрушен, в частности, этот храм Соломона. И, что удивительно, должно действительно для тех же самых аудеев, для многих люди свидетельствовать, что и до сих пор, 2000 лет прошло, не могут израильтяне построить его, хотя они безумно от этого фанатеют и ждут, чтобы дождаться своего мессию. Зная эти события, я не просто так о них говорю в последнее время, кто знает так, в общем-то, часто я об этом достаточно вспоминаю, говорю. И вот теперь нам становится ясно событие, когда Иисус начинает говорить свою речь. С чего начинает говорить Иисус? Отвечаем на вопрос учеников о признаках его второго пришествия и кончины века. Иисусом отвечает, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас в Луке и не вел в заблуждение, в Луке добавлено. Я сразу просто с нескольких, у меня пометки есть. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах, о военных слухах. Дальше мы с вами не будем все разбирать, этого достаточно. Я говорю, у меня сегодня определенная цель. О ком говорит Иисус? Разве Он говорит о... Очень часто... Ну и давайте перейдем к книге «Откровение». С чего она начинается? Книга «Откровение» начинается с предисловия, и это нормально. Она начинается словами «Откровение Иисуса Христа», его называют почему-то «Откровением Иоанна Богослова». Это «Откровение Иисуса Христа», которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Идет небольшое предисловие, да, этого Иоанна, беседы с Богом, с Иисусом, да. И, кто знает, вторая, третья глава – это светильник с семи свечками, лампадами, как хотите, да, как угодно. И Господь как бы обращается, и Он говорит, суть этих светильник, которые ты вил вокруг меня, это семь церквей, да. И Господь обращается к каждой церкви. Причем, обращаясь к первой церкви, Эфесской церкви, ангелу Эфесской церкви напиши. «Знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, но ты оставил». Я специально буду пропускать большими кусочками, а акцентировать на самой, я говорю, в свободной форме, так как я сегодня говорю. Мы просто пробежимся, мы всю книгу целиком читать не будем. Но чтобы уловить мысль, я буду вот по, так скажем, по основным выделенным словам пробегаться. «Ты оставил первую любовь твою, и так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». Чья это первая любовь? «И кто знает, все эти семь церквей, обращения, кто читал, говорят ко второй церкви, к ангелу Смирской церкви напиши, говорят о себе, что они иудеи, знают твои дела». Иудеи – это как сейчас христианин. То есть, это человек, исповедующий истинную веру Христову. Тогда был иудей, который исповедовал иудаизм, то есть, бога Яхвы. Говорят, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское. Итак, все семь церквей, мы с вами это пропускаем, это вторая и третья глава, обращение Господа к всему этим церквям. Четвертая, пятая глава опять нас возводит на небеса. Там мы видим престол Божий, Иисуса Христа, как агонца, который и способен единственное. Никто не может это, в том числе Иоанн, это открыть. И мы видим Иисуса Христа, Сына Божьего, который открывает эту книгу последних времен. На этой книге семь печатей, и открывается первая печать. И когда открывается первая печать, это, по сути, начало книги, хотя у нас есть небольшое предисловие. Есть вторая и третья глава, призыв Божий, так назовем ее проповедь. И мы видим открытие первой печати. Я, конечно, при том чтении, я уже показывал, это огромное заблуждение, кстати, это, в частности, православное заблуждение, да и католиков, что вот этот белый конь, хотя их всегда изображают всех вместе, вы знаете, что общего у света со тьмой, вот ответьте мне. Их всегда изображают вместе. Книга последних времен, в частности, Откровение, она говорит только как бы о плохом. Что будет в последние времена плохого, вот эти вот признаки. И почему-то этого духа, который на этом всаднике на белом коне, называют, что это проповедь апостольская. И вообще, книга эта о последних временах. И не важно, что, конечно, в Писании есть, сам Иисус, как бы, как это апостолы выражались, явился в последнее время. Мы это прекрасно понимаем. Но мы прекрасно знаем, кстати, почему апостолы так это говорили. Мы с вами прекрасно знаем по Писаниям апостолов, по их письмам, по их посланиям, так называемым, что они были убеждены, так как Иисус тоже им сказал специально без времен и сроков, чтобы они не рассчитывали, что это будет все не скоро и не правда. Чтобы они действительно подвязались за веру, за проповедь именно сегодня. А не то, что еще будут тысячи лет жить, и мы тогда потихонечку пойдем там по шагу в день. Нет, вы помните, сам Павел себе писал, что не мы с вами изменимся, не последние люди последних времен. Он говорит, что не все мы умрем, как Иисус сказал. Некоторые из стоящих здесь, в другом месте, вы помните, когда он тоже самое говорил о последних временах, когда Петр у Петра спрашивал, за кого почитают за Христа, он ему рассказал своих страданий, как все будет. Ну, там совсем кратко тогда Иисус ученикам сказал. Он сказал, что есть некоторые из стоящих из вас, которые не вкусят смерти, но увидят Царствие Божие, пришедшее в силе, и Сына Человеческого, грядущего на облаках. И эти все люди умерли. Иисус им лишь сказал, Он не обманул их. И так и будет когда-нибудь. Ну, чтобы у нас был задор, чтобы мы не жили вот этими, знаете, атомами. Когда там еще будет, еще и все успею. Чтобы мы каждый жил сегодняшним этим днем. Иисус нам так и сказал. Ну, конечно же, что по поводу вот этого обращения Бога, так скажем, там же очевидно, что к этим семи церквям Господь как будто обращается к иудеям, да. Что вот этот вот первый дух на белом коне. Разве это проповедь христианства? Почему-то всю эту книгу взяли, вот эти первые главы, что это типа вот, знаете, вся остальная книга, чуть ли не после этого коня с шестой главы, все это уже о последних временах, а вот это такое предисловие, а мы, получается, уже две тысячи с вами живем. То есть вся книга посвящена там, может быть, нескольким годам, а вот это растянулось на тысячелетия. Нет, это ерунда. Очевидно, что вот эти вот слова обращены, вот эти вторая, третья глава, к каждой церкви, где Господь обращается, призывая к первой любви тех иудеев. Это кого? Это иудеев как раз. Кто первый любовь? Иисус. Кто, кому он первым пришел? Заметь слово все время. Первый, первый. Первый Господь говорит. Я пришел к вам, как к побегшим овцам дома Израилева. Первая любовь иудеев, настоящая, это Иисус, потому что Он есть истина. Почему? А вот эти вот белые кони, это и есть, заметьте, Иисус же начинает с этих слов. Берегитесь лже-пророков, ибо многие будут приходить под именем Моим. Всегда белый свет и этот конь, это видимая часть. Дух, кто восседает на коне, это как и говорят, что дух почил, да? Вот на нас почил дух божий на христианах, там на человеке злом, на них дух злобы почивает или сидит на нем, да? Как мы всегда говорим, на тебя бес, тебя оседлал. Хотя я вот справедливости ради, надо сказать, конечно же, мы, кстати, не видим, что это как бы... Вот их рисуют, кстати, даже такими, обратите внимание, но почему-то считается, что это апостольская проповедь. А где вы забьете, вы увидите, что эти кони, ну, кони-то ладно, они просто по цвету отличаются, а вот духи, они все злые, их рисуют в виде скелетов, в виде каких-то ужастиков, монстров, каких угодно. Забейте любые четыре кони вот эти, или первые четыре печати, или всадники апокалипсиса, вы всегда увидите, это недобрый. И вот этот воин, который, дух, который на нем, давайте мы прочитаем, да. И увидел я, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящих мне громким голосом, иди и смотри. Я взглянул, и вот конь белый, да, конь-то белый, вы помните, Господь говорит, что будут пастыри в овечьих шкурах, овечьи шкура, овечки, они белые, ну, хорошие, да, чистые, которые. Овечки-то белые, это волки. В овечьей шкуре у нас есть разные образы. Что волк в овечьей шкуре, что дух на белом коне, дух злобы. Это одно и то же. И вот конь белый, и на нем всадник. Да, тут не написано, я читал, в общем, разные переводы. Кстати, вот то, что их так, вот именно у людей все равно на подсознательном уровне, это истина открытая, их рисуют всех плохими. Почему православные решили утверждать, что это апостолы, что это проповедь Евангелия, вот это сейчас двухтысячелетняя, а может еще сколько-то будет. И только со второго всадника начинается вот типа последние времена. Они сами, они иногда даже вот не могут понять, что они полную ахинею несут. Чуть-чуть отодвинуться, это просто у них в толкованиях, и они друг друга как попугаи, как эти обезьянки копируют. Не думай, что один человек ошибся, и эта ошибка стала горькой, назвали сладким, белая, черная. Но вы вдумайтесь, какие это апостолы. Это и есть лжехристы, это и есть прельстители, это и есть предчечи антихриста, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, чтобы и чтобы победить. Как же победить-то, если это апостолы? Наоборот, речь идет сейчас последнее, что христианство будет со времен Иисуса умаляться. Кого они победили? Наоборот, дух умалится к последним временам. И проповедь евангельская, все это и святые сами. Кто победит? Понятно, о ком идет. Почему я утверждаю, что мы не вступили во времена книги Откровений? Я, может, вначале забыл сказать, как я обычно говорю, Откровение – это точно такая же последовательная историческая книга, описанная будущего, конечно же, будущей истории, где описываются последовательные события. Это не барабан с нарезанными стихами. То, что просто в ней много образов, символов, только потому, что в будущем может быть что-то такое, что-то вообще не понять. Ну, оружие будущего, кто себе может представить? Что завтра там ученые до чего достигнут? Поэтому там описано, скорпионы или еще что-то. Мы просто пока понятнее. А тем более, представьте, что эту книгу написали 2000 лет назад. Да они что-то такое автоматическое оружие, знать не знали и не могли понять, может быть. Лазерное оружие, биооружие. Ну, как это можно? Атомная бомба. Ну, как им понять? Поэтому у нас есть здесь много символов в образах, но они откроются по времени, когда мы доживем до них. Сейчас гадать над ними нет, там никакой нужды вообще. Это нам ничего не даст. А вот понимание этих событий, да. Вот они, эти времена. Вот почему Иисус начинает с этих времен. Именно поэтому Иисус именно так начинает свою речь. Надо это запомнить. Он начинает с этого. Потом уже войны. А войны всю жизнь были. Заметьте, он о каких-то сильных событиях. И дальше сейчас мы пойдем. Я в этот раз, конечно, говорю, кто хочет уж посмотреть мою книгу, там 21 ролик, потому что 21 минимум глава. Ой, роликов я даже не помню, сколько там я же делил. Там больше, там роликов 40, наверное. Все, читали последнее. Сегодня я хочу, может быть, в час влезть и просто все-таки пробежаться и вот на проповедях выложить. Там у меня есть и плейлист о последнем времени. И так немножечко у кого-то, вот я говорю, может быть, что-то пошевелится. Кто из-за этого фанатизма, к сожалению, тоже не туда идет. Людей совращают. Живут этими какими-то бредовыми идеями. Вот уже в пещеры закапываются. Кто? Это не так. Вот. Более того, я еще всегда привожу примеры. Сегодня я не буду, то есть много в описании. Я говорю, все-таки как на проповедях выкладываю, как будто я сам говорю, но все-таки я даже вот не стал там на диване записывать, записываю перед компьютером, что все-таки показывать. Мне хочется прям по книге пробежаться, хоть и достаточно кратко. Вы помните слова апостола Павла? Он сказал, что и вы не... Когда там язычники тоже возвышались, он им сказал, что придет время, что не до конца бог отсек Израиля. И когда полное число язычников войдет, тогда и евреи начнут присоединяться. Обратно. Сейчас мы не видим этого. Мы не видим, что люди евреи, национальности еврейской, даже я не беру иудаизм, обычные люди, как мы, русские, американцы, китайцы, евреи, почти нету исповеди, среди них христианство. Редкие люди. Редкие. Редкие там течения в протестантизме. Там их на пальцах можно пересчитать. 10, 20, 30 человек. Вообще не все. И вы знаете, вот это событие, что Иисус перед этим... Это же не случайно. Что сначала храм ученики показывают, а потом Господь им об этом говорит. Я, конечно, вам тоже это доказать прям не могу. Вот только вот такими моментами мы же это видим. Знаете, значит, обратно пойдет та же самая схема. И, скорее всего, вот эти духи выйдут тогда. И вот эта проповедь 2-3 главы к иудеям. И не зря они начнутся. Я же кратко, мы же не стали с вами читать 2-3 главу. Здесь обо всем сказано. И о терпении, и скорбе, и гонении. Я так предполагаю. Я кроме того, на что ссылаюсь, не могу вам еще какими-то местами это пока показать, доказать. Очевидно, что вот эта вот 2-3 глава, образно говоря, и вообще вот эти всадники на белых конях, то есть прельстители, обостители, войдут тогда, когда построят в Израиле 3-й храм. Храм Иерусалима. Храм Соломона в Иерусалиме. Потому что у нас почему тоже откуда-то вот эти захвастки, я сам в том думаю, ну откуда же я... Еще мы взяли, что храм Соломона будет строиться как престол Антихристу. Прямо вот за 2 дня его там будет возводить. До его коронации. Нет. Мы знаем все с вами политическую обстановку с современного мира, кто интересуется. Я не зря рассказал все это про храм. Две тысячи лет евреи, иудеи особенно, да, не могут построить, воскресить, так скажем, этого храма. У них от навязчивой идеи только божьим промыслом за счет мусульманства, восточных народов, его там нету. Но мы видим тенденции, что рано или поздно, да, Израиль получит свою землю обетованную обратно. Это же не значит, что завтра они потом станут господами и из них появится Антихрист. Ну, очевидно, что он будет из еврейского народа. Евреям это факт. Не зря Иисус появился в еврейском народе. Все то же самое. Придет он также и из евреев. Это понятно каждому, я думаю. Вот. И я вам сразу говорю, это очевидно, что вот перед этими духами на белых конях, почему начнется именно другая проповедь, другого, уже Антихриста, который во имя своя будет. Очевидно, что храм построят в Израиле. И я говорю, ты не говоришь, что завтра конец света настанет Антихрист. Вот этот период между его строительством и до его воцарения, так скажем, а это только 13 глава, а мы с вами, я говорю, на второй только пока пытаемся тронуться, храм будет все это стоять. Сам храм еще не говорит о том, что завтра там Антихрист восядет. То, что он восядет в храме Божьем, будет выдаваться за Бога, это так. Это мы в 13 главе читаем, у апостола Павла в Фессалоникийцах во втором послании читаем. Это очевидно. Поэтому, когда насыются с этим, это, конечно, караул. Сейчас там уже завтра, конец света, Иисус грядет. Основная масса протестантов на чемоданах сидит, ждет с небеси грядущего до какой-то великой скорби, что их куда-то возьмут. Ничего этого не будет. И вот я вам говорю, что очевидно, что это не будет как престол ему строиться. Храм построят намного раньше. И Израиль начнет потихоньку процветать. Он дойдет до, так скажем, времен Соломона. Не зря там тоже есть проекция на царствование Соломона. Вы все это прекрасно знаете. Не зря храм называется именно Соломон. Отсылка именно туда. А кто знает, во времена Соломона Израиль это был пик богатства. Пик богатства, просветания, власти, господства над соседними народами. Но храм, скорее всего, будет построен намного раньше. И Израиль начнет потихоньку выбираться на Олимпы, политики, мира. Вот так вот это будет. И вот всякие начнут появляться. Ведь Израиль один не восстанет. Его начнут поддерживать. Ну, если это современный мир брать, я не знаю кто. Америка, Китай, может все вместе. Его начнут, кто-то под него начнет, скажем, даже более могущественные. Но за счет религиозного давления у Израиля, у евреев, как бы ключи. Они, как и сейчас, многие духовные лидеры господствуют над людьми, над душами. В любой какой-нибудь секте маленький, какой-нибудь пастырь, себя ничего не представляющий. Может порой из-за духовной своей власти или какой-нибудь попик или православный там кардинал влиять на очень богатого человека. Быть прям его господином. За счет духовной власти. Вот это как бы. У меня же, я тебе грехи прощает. Пускай я твой пастырь. Израиль, видимо, протолкнет эту, естественно, тему эту пропихнет. Что они духовные лидеры. Из них придет этот. Ихни. Они начнут втирать Ветхий Завет повсюду. Это вот эти вот духи на белых конях. И им начнут подчиняться эти люди. Сильные миры сего. Потому что Израиль сам, ну как он выберется? Вот такая вот страна. Чего там у них есть-то? Ничего нет. Как они завладеют Америкой, Китаем, Россией, Европой? Только чем? Духовной властью. Начнут протаскивать Ветхий Завет. И Бог будет попускать. Сатана им даст власть. Помните, все царства, все мне принадлежит. Они смогут это делать. Они смогут какие-нибудь чудеса являть. Они смогут порабощать умы плотских людей. Причем, я говорю, людей сильных мира сего. Они начнут им подчиняться и склонять перед ними колени и головы свои. За счет вот этой духовной власти. Это будет проповедь Ветхого Завета. С чем я, кто знает, борюсь в первых своих дней своей проповеди. Это будет такая пролонгация Ветхого Завета. Иисуса поставят на задворги. Вы видели мои ролики о том, как в музее в Вашингтоне Библии построили ничего. Никакого уголка закромешенного. Не уделив Иисусу, Его жизни, смерти, воскресению, вознесению. Вообще Евангелие ничего. Это называется музей Библии. Посмотрите, кто нет, спросите. Я вам дам в комментарии ссылки на этот свой ролик. В Вашингтоне построили музей Библии без Христа. Вот что будет идти проповедь. Вот эти, это и есть эти духи на белых конях. Это лже-христы и лже-пророки. Это предтечи лже-христа, антихриста. Не может быть одна коняшка добрая из четырех, другие злые. Дальше мы читаем. Почему я говорю, что эти события никакие не наступили. Я тогда эту подробность. Сядьте, мы пробежимся. Я уверен, сейчас я уложусь в этот ролик. Дальше. Второй конь. Так, видеть, да? Ну, я вот тут и рисую. Это то же самое, что волк в овечьей шкуре. Экуменизм, все религии. Это вот начнется что-то такое. Там я более подробно. Кто хочет, обратитесь к первому чтению. Я думаю, вам будет это не безинтересно. Вторую печать. И когда он снял вторую печать, я услышал второе животное, говорящий, иди смотри. И вышел другой конь, рыжий. И сидящему на нем дано взять мир с земли. То есть, это духи злобы. Ну, кони соответствуют их ним дела. Конь, дело, сила, нога, мощь. Да, тот, кто идет. Всадник лишь управляет. Дано взять мир с земли, чтобы убивали друг друга. То есть, первый конь и всадник на нем, это не добрый. А не четверка выйдет. И дан ему большой меч. Да, то есть, мы видим, как и Господь сказал дальше. Почему я говорю, я больше не буду к Евангелию обращаться. Просто знайте, я об этом говорил. В более пространном чтении я все это показываю. Как Иисус начал с этих. Потом начал что? Так же услышите о войнах и о войных слухах. Все совпадает. Все, как говорил Иисус в кратце, в книге Откровения нам раскрыто достаточно подробно. Вот они убивали люди друг к другу. Вражда и прочие вещи. Голод, землетрясение. Вот мы читаем. Третий конь, вороной, черный. Имеющий меру весы в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий хиникс, пшеница, заединарий. И три хиникса, ищи меня заединарий. Елей же вина, не повреждай. Ну, хиникс и все это, это меры. То, что там будет все в 100, будет голод. Будет крошка, килограмм пшеницы стоить 100 долларов. Вот. То есть, нищета, голод, все вот это. Четвертые. Четвертые. Я всегда обращаю внимание именно на этого коня, чтобы все уже окончательно убрать вот эти действительно ерундовые мысли, неправильные мышления, вводящие этих самих людей в заблуждение и тех, кто их слушает. И когда он снял всего лишь четвертая печать, и я говорю, это последовательная книга, это никакие не параллельные. Кто-то там говорит, что печати трубы и чаши, семь чаш, семь труб и семь печати, это вообще параллельные события, это полная ахинея. Это три по семь, три предупреждения. Это история, книга последовательно описывает исторические будущие, исторические события. Я даже сравнивал в том ролике, показывал абсурдность этого. Кто, я говорю, хочет, обратитесь, я сегодня этим заниматься не буду, так как у меня уже есть на этой записи. Вы увидите, я показал, я потрудился, слепил семь печати, семь чаш и семь труб, и ничего не... Там получается ахинея, более того, там получается, что там уже случилось то событие, которое там только должно быть. Я говорю, обратитесь к этому, я тогда не поленился в ответ на вот эти лжеучения, специально все это показал, чтобы не быть голословным. Вот и все. Ну и сегодня я вынужден только давать ссылки, чтобы не распространяться. И вот, пожалуйста, вам, бледный конь, бледный как смерть, как говорят, на нем всадник, имя которому смерть. И ад следовал за ним. И дана ему власть на четвертый, обращаю внимание, нас сейчас 7 миллиардов, 8 скоро будет, на четвертую частью земли умершвлять мечом, голодом и мором. Ну, эпидемией и зверями земными. Будет время, вот это вот, четвертая часть планеты умрет людей от войн, эпидемии, мор и зверями. Тоже начинает, ой, да что-то подобное было. Я сам записывал ролики, специально показывал об Испанке. Кто не знает, была Первая мировая война, тут же Испанка была. Просто миллионы гибли. Но это еще не то. Цифры, которые вы сверили, казалось бы, цифры огроменные. Но в процентном соотношении, здесь не просто так нам сказано, в процентном соотношении 25, то есть неизвестно в какое-то время будет, сколько 25. От миллиарда это 250 миллионов, от 4 миллиардов это миллиард. А посмотрите, в процентном соотношении, статистика-то есть Первой мировой войны. Сколько от войны погибло, пусть там с ошибками, понятно, данные где-то преувеличены. Там проценты вообще не сходятся, там до 5 не дотягивает. Хотя это просто миллионы людей. Посмотрите, сколько от Испанки только в Европе умерло. В два раза больше, чем от самой Первой мировой войны. Я сам в шоке был, когда читал. Но относительно процентов, цифры совсем не дотягивают. 25% этот всадник с адом, который будет следовать за ним. И знаете, вот опять, мы же все помним слова Иисуса. И куда их только не втыкают. И врата, ты, Петр, вот я вам сегодня вспоминал, там же Иисус тоже об этом говорит. Он говорит, ты, Петр, на тебе я поставил церковь, и врата ада не одолеют ее. Вот о каких вратах ада-то говорится-то. А то вот, там православное себе, что-то там мне от католики. Во-первых, речь идет действительно о святых людях. И не важно, православный ты или католик. И вот где эти врата ада-то впервые открываются по-настоящему. Это будет караул. Написано, и ад следовал за ним. Хотя, я могу сказать, что, может быть, и не это. Еще и колодец бездны будет открыт. Но что-то вот из последних времен. Либо это место Иисус имел в виду. Хотя здесь не написано, что ад открыл. Но ад следовал за ним, значит, он вышел. Но хотя мы с вами, мы сейчас пробежимся, мы увидим, где при чашах был колодец, колодец. Ну, или, грубо говоря, вглубь ада ключи именно открыты будет. Может быть, вот этот. Либо это четвертая печать, либо еще дальше. Тем более, вообще-то, да. Ну, здесь опять же написано. Умершлять голодом, мором, землетрясениями. И плюс. Понятно, что умершлять-то за что? Да за все подряд. И за религию вспомните Советский Союз, Вторую Мировую. За что умершляли попов? За веру. Вот. И здесь, кстати, казалось бы, это не написано. Но мы читаем дальше про пятую печать. А она уже действительно о мучениках за веру. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных. То есть, мы видим, что все вот это, 25%, в них, а может быть, еще и сверху, тем более, тогда вообще этих 20%, будут, конечно же, валить и за христианство. Именно, ну, за святость людей. И, может, будут валить там и буддистов. И я думаю, что все эти люди будут приблизительно в одном месте. И увидел я под жертвенник души убиенных за слово Божье и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говорят, доколе, владыка святой истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. И даны были каждому из них одежды белые. И сказано было, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их братья, и которые будут убиты, как они, дополнят число. То есть, мы видим какое-то очередное, нереальное будет массовое гонение. Вот, ну, когда кипиш на земле начинается, мировой, кто знает, кто изучал, первую, вторую, мировую, это караул. Я говорю, там вообще, там действительно ад выходит на землю. Начинает брат-брат резать, сосед-соседа под эту, потому что правительству не до тебя, можно грабить, убивать, вылазит все. Все мародеры, вся нечисть и даже как бы хороших людей вылазит, которые вчера вроде были законопослушными гражданами, превращаются в зверей. Вот это будет. И тогда уже сразу начинается гонение на любых инакомыслящих, и в политическом, и в любом, и в религиозном, все. У любого государства глаза становятся зверинами, они становятся просто зверями. И их не именно руководители, вот эти кони, а на них вот эти духи восседают. И начинается просто караул. Людей просто уничтожают за все, что можно только. Только повод. Дай и все. Только не туда. Посмотри. Не так пойди, не так коснись. Все. Вот это очевидно. Было все это, я всегда говорил. Особенно на четвертой печати достаточно приткнуться. 25% населения Земли. Жалко не показано за какой срок. Я говорю, мы только увидев это ощутим. Увидим, что это сбывается. Не было такого на Земле. Я изучал, вы сами кто-то знаете историю. Не было такого. Даже во время всех этих чумы до такого безумия еще не доходило. 25% уничтоженных людей не было. Очевидно, за какой-то короткий период времени. При вот этом вот всаднике. Все, достаточно того, чтобы опять, я говорю, принять то, что мы еще не вступили вообще в книгу Откровения. Нет. Шестая печать. И снял он шестую. И взглянул. И вот произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачно, как властеница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница с потрясаемой сильным ветром. Роняет незрелый смок и свай. И небо скрылось, свилось, как свиток. И всякая гора и остров двинулись со своих мест. Вот это было. Вот скажите мне. Вы смотрели там в бинокуль. Уж сколько чего по телеку не было. Что там луна чуть побагровела. Солнце чуть покраснело. Ну что вы прикалываетесь, что ли? Ну последнее время это будет настолько ярчайшее событие, чтобы это каждый, как вот Господь придет, как молния, все ищет там он или здесь. Иисус прямо сказал, говорит, это будет такое событие, как молния, говорит, бывает от востока до запада. Это и все ее видят. Так, говорит, и будет пришествие Сына Человеческого. А они все там, Христос, или там. Ну что это такое? Вот это то же самое. Ну что там высматривать? Будет какое-то нереальное землетрясение. Нереальное. После которое ваше солнце станет мрачным. И луна, как кровь. Это и оно не розовое будет. И не в бинокль надо будет смотреть. Каждый увидит это. Каждый. Без всяких биноклей. Небо скрытое, как свиток. Это что-то будет нереальное. Так что вот так вот. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещере, в ущелье горы, и говорят горам. Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле. Это гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева. Ибо его, и кто может устоять? То есть, заметьте, человечество в виде этих царей, всех наших президентов, правителей, всех этих вельмож, министров и так далее, даже всяких свободных, да, начнут люди укрываться. Куда только не прятаться. И это не одно где-то землетрясение. Это массово будет по всей земле. Это будет касаться всю землю. Всю абсолютную. Вы такое видели, что у нас цари прятались по палаткам. И когда я тоже слышал, что уже духовно начинает все это толковать, типа это церковь, цари, это там первосвященники, это бред. Это бред. Это реально описываемые, настоящие события, которые вот именно и бывают на нашей земле, но не в таком масштабе. В последнее время будет полная катастрофа и деградация человеческого духа, и все это будет откликаться на животном, на природном мире, на всем на свете. Вы вот это видели? Нет. Я говорю, ничего этого еще не было. Мы увидим это с вами. Кто знает это? Я не зря ролик назвал «Я знаю будущее». Да, мы все будем видеть, все мы будем знать. Мы смерти с вами не боимся, христиане, потому что мы живем, соответственно, Евангелию, тогда не боимся. Да. Вот это все было. Они будут чувствовать, все человечество будет ощущать, что это гнев Бога. Это гнев Агнца. Здесь хоть и автор пророчески вкладывает откровение Иисуса, которое он ему дает, да, данное ему Богом, но он говорит, что это люди будут говорить. В ущелье гор и говорят горам и камням, падите на нас. То есть люди будут чувствовать вину. Ну, то есть что-то уже человечество докатится, я говорю, до такого ужаса. А до чего докатится? Вот до такого. Вот эта четвертая печать, где 25%, ну, скорее всего, третья мировая. Была она? Нет. Вы думаете, люди, которые убивают, вот этот геноцид устраивают, как в первую, вторую, целых народов, целых групп, там еще что-то, других государств. Они, думаете, вины не чувствуют? Сувствуют. Вот он гнев Божий. После первой, второй, третьей, четвертой печати. Пятый. За убийство, заубиенно, за слово Божье. Все, шестая печать, гнев, так скажем, вот этот. Был такое? Не было. Я вот боюсь, недолго ли я. Ну, ладно, а то мы как будто читаем каждую главу. Давайте побыстрее, да? Седьмая печать. Печать Бога Живого. Опять же, как мне там, я говорю, вот эти сказки протестантские. Какая-то до великой скорби. Кто-то куда-то восхищен будет. Да вон она, не великая ли скорбь. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая печати. Это не скорби. Лжепророки вылезли, духи повылазили. Моры, голоды, болезни, войны, распри между людьми, взять мир. Вторая, второй, а этот бес вышел на коне рыжим. Моры, землетрясения, геноцид, гонение за слову, природные катаклизмы. Это что, не великая скорбь? Не это ли протестанты великая скорбь называют? Они взяты? Нет. А кому печати на лоб ставят в седьмой печати? Бред, они несут вообще такую хинею. Я когда, ой, сколько я переслушал, сколько мне со мной лично пытались общаться. Я говорю, вообще, можете просто адекватно, последовательно прочитать книгу. Или вы так и будете, этот лотерейный барабан крутите, там что-то свои писания составлять. Я говорю, у меня есть откровение. Мне лично в нем все понятно. Я вас ни о чем не спрашиваю. Я говорю, хочешь ты меня о чем спросить? Спроси. Мне все понятно. Здесь езжу, понятно все. Все. Я даже читать все это уже не буду. Давайте пробежимся. Она у меня же с картиночками. Второй раз я буду читать. Может, еще что-то будет дополнять. Эта печать ставят детям божьим на лоб. Когда? При седьмой печати. Причем даже непонятно. Может, это будет какое-то явное явление. Самим тем, кому будут ставить ангелы явиться. Удивительные события, да. Были они, нет. По идее, мы с вами все окрещённые. Мы запечатлены духом святым. Да. А это будет какое-то явное интересное событие. Тут же и написано, заканчивается. Это те, которые пришли от великой скорби. И они омыли одежду свои, убилили одежду своей кровью Агнца. Все тут это говорится. Я сейчас подробно не буду. Я тут показывал вот эту абсурдность. Несостыковку, что здесь показано, что после печати идут трубы. И когда он снял седьмую печать и сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я увидел семь ангелов, которые стояли перед Богом. И дано им семь труб. То есть, семь труб – это внутри седьмой печати. Это как, знаете, один в другом. Цветочек или как это в природе бывает. Знаете, или как у нас матрёшка в России. Как вы параллельно, я просто таких слышал лично. Даже со мной беседовали. Пытались меня убедить, что это параллельные вещи. Я говорю, слушайте, да тут очевидно, что из седьмой печати матрёшка выходит. Ещё семью трубами. Ещё семью матрёшками внутри. Тут же это написано по-русски. Как параллельно-то? Он увидел седьмую печать, и из неё семь труб. Ангелов с семи трубами. Я говорю, вы что, читать разучились? При седьмой только печати, не при первой, первая труба появляется. А при седьмой печати, когда шесть последовательно прошли. И они не параллельно дуделись. Ой, печати открывались. Написано, одну открыл, иди и смотри. Он смотрит, вторую открыл. События последовательно идут. Мы живём в пространственном временном измерении. Вот вам, пожалуйста. Я говорю, я там всё это, конечно, показываю, если бред. По поводу того, что там, я говорю, что только не говорят. Ну вот, я говорю, что первое, что второе. Я уже читать, а то мы кого-то читаем книгу, вы помните. Там такие вещи описаны. Да, казалось бы, есть вещи, я говорю, без цифр. Их можно притянуть за уши ко всем временам. Первый ангел вострубил и сделал изград и огонь. Смешанные с кровью упали на землю. И третья часть, опять же, третья часть деревьев сгорела. Про трубы мне тоже нравится. Есть цифры. Третья часть сгорела. И вся трава зелёная. Вы видели такое событие? Третья часть. Пожары. Америка полыхает. Россия. Третья часть. Ну, полыхает. Ну, много гектаров. Цифры, мы слышим, кажется, огромные. Сто гектаров, двести гектаров, тысячу гектаров. Третья часть деревьев. И вся зелёная трава. У меня, вон, полно травы вокруг дома. Вся. Вы думаете, это просто слова, абстракция? Я? Нет. Я уверен, что это будут последние времена. Они действительно будут тяжкие. Второй ангел вострубил. И как бы большая гора, пылающая огнём, низверглась в море. И третья часть моря сделалась кровью. Вы видели такое где-нибудь? Чтобы у нас третья часть моря кровью была, не красной, кровью. Я верю, будет именно так, как было в десять казней так называемых египетских, где Моисей воду в кровь превращал посохом. Речку Нил, вы помните? Реку Нил. Речку так назвал, как будто она маленькая. Третья часть моря сделалась кровью. Вы такое видели? И умерла третья часть одушевлённых тварей, живущих в море. И третья часть судов погибла. Вы видели такие события? Чтоб третья часть судов всех мирового флота, вот так назовём, погибла. Вообще, представляете, когда это большая гора какая-то, то ли это метеорит грохнется, что это вообще будет такое? Может, это какая-нибудь так названа большая гора? А может, это какая-нибудь наша атомная станция, какая-нибудь телегидростанция, которая что-нибудь там, так, манданён. И тогда всё живое погибнет. Нам написано, как большая гора. У древних людей ассоциация была такая с вулканом. Возможно, это наша какая-нибудь гидроатомная станция. И она бабахнет так, что третья часть моря сделается кровью. А почему? А потому что третья часть животных погибнет, и всё зальётся кровью. Третья часть. И третья часть судов так их колыхнёт, что они потонут. Мы такое читаем. Вот я говорю, зачем это читаю? Надо принимать это, либо нет. Третий ангел вострубил, упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек, и на источники, и вот. Имя этой звезды – полынь. И третья часть, вот, сделалась полынью. И многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Ну да, мы всё засрали, это я согласен. Своими этими заводами, химикадами. Но, во-первых, здесь идёт падение о большой звезды. Это раз. Во-вторых, что люди именно умирают. Мы пока, кстати, пьём, вон по кругу нам гоняют эти воды. Мы что пьём в квартирах? Да эти воды, ничего не умираем. Хотя, живую её лучше не пить. Ну, сырую уже такую воду. Хотя, опять же, в горах Кавказа до сих пор спокойно пьют. В общем, таких я дальше пропускаем. Четвёртый ангел вострубил. Пятый ангел вострубил. Кто выходит? Тут вообще какой-то караул начинается. Я говорю, может быть, вот эти врата ада? И увидел звезду, падшую с неба на землю. Дан был ей ключ от колодца бездны. Аж солнце помрачится. Я говорю, я даже сегодня целью не хочу ставить, читать это всё. Я бы хотел показать, что это последовательное событие. Тут что при пятом ангеле, это просто караул будет. Просто караул. Шестой ангел вострубил. Тоже караул. А какую часть людей шестой ангел? При шестом ангел, который вострубит. Ну, давайте почитаем. Я услышал один голос из четырёх рогов. Золотого жертвенника, стоящего пред Господом, говорящего шестого ангела. Освободи четырёх ангелов, связанных при Великой Иерее в Ефрате. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день и месяц и год для того, чтобы умертвить кого? Третью часть людей. И когда меня опять-то начинают, ну вот, да и сейчас столько умирает. Я говорю, слушайте, столько и треть. Труба. Дудит в трубу ангел. Четыре ангела освобождаются, какие-то там ангелы смерти. Третья часть людей. Сейчас это, я говорю, почти два с половиной миллиарда. Вы вообще эту гору трупов себе представляете? Ну, была шестая труба. Всё, там печать уже всем им там на лбу они ходят, уже боятся к банкоматам подходить, в метро ездить. Уже все запечатанные. Ну, была... А печать вообще в тринадцатой главе-то? Ну, было вот это событие? Ну, третья часть была умершавлена? Нет, конечно. Причём, вот я дальше не читаю. Тут написано. Это язвы были, огонь, дым серы, выходящие из уст, и херта умерла. Ну, всё это надо читать. Я читал уже. Я просто опять лишний раз так кратенько. Вот хочу, может быть, заинтересовать. Я говорю, приглашаю просто на просмотр. Да у меня в описании к этому ролику там есть все разделы. Библия по плейлистам. Там есть книга «Откровение». Можете так её найти. Но я могу ещё комментарий отдельно прикрепить. К ролик «Комментарий» с ссылкой на плейлист, где я читаю книгу «Откровение». Ещё седьмая не трубит. Мы видим двух пророков. Эти два пророка явятся, кто не в курсе. Я говорю, всё тут написано просто и понятно. На улице великого города, который есть Иерусалим, который духовно называется Содом и Египет. Это и есть. Где и Господь наш распят. Это Иерусалим. В Иерусалиме будет два пророка. Нереальные. Им будет власть дана. Где тут написано «Затворять небо, как у Илии, чтобы не шёл дождь на землю во все дни пророчества их». Ну, почему их называют и Ильёй, и Енохом? Ну, потому что, в принципе, пообратно, так скажем, от обратного. Потому что за всю историю ветхозаветного человечества, ветхозаветных пророков, было только два человека, взятых на небо живьём. Это Енох и Илия. Поэтому как бы проводят параллель. Потому что их убьют в центре Иерусалима. Возможно, при этом храме Соломона. Уже построенном. Почему? Я и говорю. Здесь, правда, не написано. Это я его так показал. Мы не видим отсюда, есть ли там этот храм. Стоит ли он в духовном Содоме и Гаморе, то есть в Иерусалиме. Но я так подразумеваю. Я, кстати, видимо, пророчески себе эту картинку нарисовал. Но я хотел, в принципе, как бы на этой картине Иерусалима показать. Основная цель, чтобы просто... А, возможно, не просто так я... Это я собирал картинку, склеивал там из всех вот этих пророков. Храма отдельно там в фотошопе. Видимо, я пророчески это сделал, как я теперь понимаю. Храм уже будет стоять в Иерусалиме, в Израиле. В столице Иерусалима его. И Господь написано. Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога. И они... И, кстати, ну да, давайте почитаем все-таки побольше. Прямо интересно же, кто никогда не читал. И когда кончат, они свидетельствуют зверь, антихрист, да, выходящий из бизнес, сразиться с ними и победит их, и убьет их, и труп их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть. Как будут многие смотреть? Ну уж нам теперь, в современном мире. Вот, кстати, люди 2000 лет назад читали. Ну, понятно, на Иерусалим, на поклонение, возможно, это будет опять на какую-нибудь Пасху, там, еврейскую или еще что-то. На поклонение, понятно, Иерусалим может собраться много народу, и из разного народа, как это были даже во времена Иисуса. Но сейчас уж весь мир это увидит, благодаря интернету и прямой трансляции. И как мы видим из чтения, это будет специально показано, ну, в назидание негодникам, кто захочет главу свою поднять на Иерусалим и на его помазанника. И многие из народов так будут смотреть, ну, я пишу онлайн себе в скобочках, потому что, ну, как мы все это увидим? На трупы их три дня с половиной. И не позволят положить трупы их во гробы, специально оставят в назидание всем революционерам духовным, кто будет против антихриста, да, кто будет христианство исповедовать. И трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться тому и веселиться, ну, те, кто, да, для кого это будет как язва, как жало вплоть, как обличители, да, они будут радоваться и пошлют дары друг другу, потому что два пророка эти мучили живущих на земле. Ну, видимо, все это будет с пророчествием, будет небо затворяться, вот именно, может быть, эпидемии, горе, да, чтобы как-то людей вразумить, но они не хотят будут вразумляться, но и страдать не хотят, они будут рады, что, наконец, этих двух негодяев все-таки убили. Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страл напал на тех, которые смотрели на них. И слышали, Бог их воскресает, войдя в них духом своим жизни, и услышали они с неба громкий голос, говоривший им, войдите сюда, и они взошли на небо на облаке, и смотрели на них враги их, и в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении 7 тысяч имен человеческих, и прочие объятые были страхом, и воздали славу Богу Небесному. Скажите мне, это были события в Иерусалиме такие, на наших глазах, и ту историю, которую мы знаем со времен первого пришествия Иисуса Христа во плоти, Бога, явившегося во плоти? Нет. Этих двух пророков мы не видели, не видели, как они антихристов мучили, всякими своими чудесами, и той властью, которую дал им Бог знамением подтверждать свои слова. Мы не видели этого убийства, мы не видели их восхищения живьем на небо, мы не видели землетрясения, от которого десятая часть города изломалась в Израиле. Говорят, что давно в Израиле вообще не видел, чтобы землетрясения были. Не было этого, не было. Все это, что к шестой, шестая труба только. И вот седьмая. Дергают эти слова из Исаии. Как ты спал, Дениса, с неба, сын Зари? Это пророчество. Войны на небе, так скажем, есть разный уровень, у нас на земля, еще вместе и ангелы, и бесы. Именно поэтому они нам шепчут, и тот, и другой. Сначала очистится небо, потом земля, потом придет Иисус. И потом еще раз делится. Одни в самую бездну пойдут, другие, наоборот, в самый рай. В седьмой ангел, когда трубит седьмая труба, нам описано, мы это и не увидим, войны на небе. Но реально она будет. И небо очистится. Там будет, как и у нас, чистка будет, разделение, когда Иисус придет. Иисус, видимо, сначала как бы там на небо придет, так скажем. Ангельский мир существует, это целый мир. Мы понять его не можем. И будет война на небе написана. И архангел Михаил победит сатану. Как здесь потом Иисус победит антихриста духом у своих, когда будет идти. Паразит его. Война на небе нам описывается. Этих не было событий. А в Исаии это пророчество. Надо понимать, более того, там, во-первых, оно недалекое. Исаии пророчествует о Новоходоносоре. Это раз, это надо прекрасно понимать. А второе, вот, как раз об этих временах. И это не прошлое, Исаии пророчество, а не пересказ прошлого. А то думают, что это, как там, он вознес, это когда он возгордился, пал, а потом Адаму с Евой. Еву там соблазнял. Нет, родные. Это у Исаии, Исаия пророк. И это было пророчество о Новоходоносоре. И в его образе, который, кто знает, кто не знает, но вот почитайте со мной Ветхий Завет. Скоро мы уже добираемся до книги царств. Я не знаю, даже треть мы не одолели Ветхого Завета. Но идем потихоньку. Потом вы будете умными все знать. Это будет Вавилонский плен. И вот там будет и царь Новоходоносорта. Это он будет в виде сатаны, образом сатаны, так скажем, духовным. Поэтому Исаия, Исаия живет до него, так скажем. Он о нем пророчествует, что он вознес себе. Он же там все статую поставит. Ему должны будут как Богу поклоняться. Вот. И он сам и себе говорил, я престол свой вознес. Нету больше меня, да. Это пророчество. Это пророчество, естественно, о сатане. И будет война на небе при седьмой трубе-то. А еще семь чаш. А они уже в пещеры прячутся. Ну, какой-то ужас. Это вообще, я не знаю. Вот. И вот только тринадцатая глава у нас идет. Воцарение Антихриста. Тринадцатая глава только. Нет, вот эту картиночку кому-то известно, кому-то нет. Мультик там есть этот сатанинский. Вот. И то тут написано. Опять я говорю, что тут я всех... Я там тычу всех подряд, когда читаю книгу Откровения. И лжевое учение протестантов, и православных, и всех, кого на свете только можно. И даже свободных во Христе, если они ошибаются. Какая великая скорбь и вознесение всех до великой скорби. Вот. А кто будет в тринадцатой главе-то печать принимать или не принимать написано? А откуда потом появятся святые-то после тринадцатой главы? А кому будет Евангелие вечное по небу ангел нести и по земле? Кому это все будет-то? Вот где все. Я даже сейчас на этой главе останавливаться, естественно, тоже не буду. Просто показываю, что вот оно только где. Вот здесь только ему поклонятся. И то это будет добровольно. Это никакие не тайные печати. Людям будут предлагать крест или хлеб. Вот и все. Дальше-то. И увидел я другого ангела. Четырнадцатая глава. Ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать кому? Живущим на земле. А то вот уже проповедь давно до края неба и до края земли донесена. Все, мы в последние времена. Да вон, пожалуйста. Просто уже духовный мир. Там будет, кстати, написано при небесной войне, что и сатана будет на землю низвержен. То есть вообще будет соединение чуть ли не духовное. Но мы знаем, как сейчас все стремятся. Посмотрите на все вот эти вот... Пытаются все туда влезть, как Господь сказал. И нуде, как воры, залезть. Пытаются побороть смерть, старость. С духовным миром соединяться. На любом уровне. На самых великих правителей. Чем там только черной магией не занимаются. Будет соединение духовного мира с небесным. Это очевидно. Я сегодня пропустил эти места. Там я говорю, где я подробно читаю. Я обо всем этом показываю. Я же пропускаю стихи, поэтому говорю просто на выделенные, так скажем, места. Вот и все. Кому это будет? Жатва там. Где-то там читают, что вот это даже... Жатвы называют вот это до скорби вознесения какой-то. Ничего подобного. Иисус еще... Вообще вот прочитали 14 глав. Сейчас на 14. Мы где-нибудь видели пришествие Иисуса? Нет. Мы везде видим и святых, и несвятых. И все тут на свете. Вот так вот. Этот ангел говорил. Убойтесь Бога, и воздайте Ему слава. Бо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небу, землю и море. И источники. Вот. Он призывает покаяться. Поклониться Богу, ибо грядет суд. Пал, пал, Вавилон. Да. То есть идет Господь. Просто так растянут. У нас 14 глава. Вот. Как раз начинается, грубо говоря, жатва. Эти времена. То есть мы там видим, кто 13 глава 14. Здесь терпение опять написано. Святых соблюдающих заповедей Божьей веры в Иисус. Это кому все? Да потому что можно будет выбирать. Неважно, где ты будешь. Там в тюрьме. Будут какие-то места ссылок. Как это называется? Гетто, отчуждение. Я не знаю. Где-то они будут. И после 13 главы, где написано, что кто-то там поклонится, кто-то не поклонится. И кого-то убьют, но кто-то останется жив. 14 глава пишет. Кому все это говорится, если в 13 главе никого не осталось? И услышал я голос. Это Иоанн пишет. С неба говорящий мне, напиши. Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Не умершие, а умирающие только сейчас. Да, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих. И дела их идут вслед за ними на суд. И вот начинается только жатва, которой Иисус говорил. Итог, 14 глава. 14 глава. Я вот вам показываю специально. И то, как все эти события растянуты, это я так мельком бегу, чтобы кто-то, я говорю, может быть, впервые вообще с этим сталкивается. И взглянул я, вот и светлое небо на облаке сидит, подобный сыну человеческому. Вот он он, Иисус, вот он и жатва. На голове золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма, и воскликнул голоким голосом к сидящему на облаке. Пусти и серп твой, и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. Все это после Вон, печати, антихриста. А жатва-то кого? О, жатвы, это то, что хорошее вообще-то жнут, если вы не в курсе. Жнут что, пустое поле, что ли? Или гнилые кадли лосьи, или пустые. Конечно, жнут, чтобы пожать. Речь идет о святых. Вот она, жатва. Ангелы будут жать. Бог дает, одевает эту шкурку. Мы же не самоубийством будем заканчивать. Ангелы будут собирать. Как Иисус, говорю, я сейчас параллельные места из Евангелия не беру. Вам просто по памяти вспоминаю, что пошлет ангела своего и соберут пшеницу в житницу мою, а солому сожгут огнем неугасимым. Все. Опять, говорит, пусти свой серп острый и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели. Ну, два образа. Пшеница, виноград. Потому что созрели на нем ягоды. Вот. Пятнадцатая глава. И заметьте, жатва. И начинаются только чаши. Так опять читаем чаши, там опять святые. Я сейчас не буду читать уже. Я говорю, достаточно уже за час перешли. Мы во время чаши будем о святых. Опять будем видеть святых. Насываться с этой печатью, что все, кто там примут или доживут до времен хрин, да вон еще, еще, еще после печати и антихриста, который в храме уже восяет и объявит себя Богом, и будет сколько-то все равно посидит, он на троне потешит свое самолюбие и все, кто с ним. И потом только чаши гнева, они называются, будут издеваться. И опять читаем. И какие цифры опять читаем. Я говорю, даже не буду вам озвучивать, что вы сами, кому интересно, поинтересуетесь вот этими семью дальше чашами гнева. И убедитесь, что здесь тот такие же есть святые. Шестой ангел вылил чашу. Давайте шестую хотя бы прочитаем. Великую реку Ефрат. И высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, из уст, у зверей из уст уже пророка, трех духов нечистых подобным жабам. Это безовские духи, творящие знамения. Они выходят, то есть опять какая-то битва идет между добром и злом. Они выходят к царям земли и всей вселенной, чтобы собрать их на брань в этот великий день Бога Вседержителя. И написано, вот иду как вор. Как как вор? Бог что себя вором Иисус называет? Мы знаем, Иисус давал этот образ. Это внезапно. Как вор? Как вор? Тайно. И ночью ни от кого вор не хочет, чтобы он открылся. Как вор? Внезапно, никто, тайно, кто говорит наперед, что он будет воровать сейчас, залезет в квартиру? Нет. Тут, конечно, символ. Блажен, бодрствующий. Кому эти слова тогда, если никого нет на земле, никаких святых? И нам зачем это знать? Ну, уже описал бы, как чаши на грешников выливаются. Нет. А написано, блажен, бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему на гимн и чтобы не увидели срамоты его. Ну, это отсыл, конечно же, к третьей главе книги Бытия о грехопадении Адама. Да, то есть, не грешить, кто будет соблюдать, стоять, не отрекаться. Ну, вот. Итог. Седьмой ангел вылил чашу и сказал, совершилось как Иисус. И было опять великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Как люди на земле. Вы знаете, что это такое будет? Я думаю, что все попадает. И тогда идет Иисус. Только мы видим. Ой, чего еще я вот тоже вам... Еще не идет. Там не дело. Еще мы увидим, как вот именно это землетрясение. Еще Вавилон, Иерусалим, ну, духовно называемый и Содом, и Гаморра, и Вавилон, и Египет. Это все имена Иерусалима, да. И мы будем видеть, как будет казнь над этим Вавилоном, над этим Иерусалимом, вот, над этой блудницей. Суд ей уже готов, да. Они будут вести Брайн с Агнцем. Выйдя от нее, народ мой. Где народ мой? Откуда выйти? Как из этой блудницы? Это уже 18 глава только. Это я даже вам что-то поспешил, что уже идет. Вот именно, где идет-то? Специально на эти его слова, чтобы у кого-то в голове что-то отложилось. Посмотрите-то. И опять, говорит, ты слышал я иной голос. А ведь кто знает об этой звере, блуднице, все считают, что это почему-то дань Тихриста будет. Это после него будет. Это 17 глава. Еще в 13 печать ставили. Уже чаш гнева вылили. Уже нереальное землетрясение было, какого не было от сотворения времени. И только мы видим блудницу на звере. И эти слова, всеми любимые, выйди из нее. Вот откуда ты выйти надо. Не сейчас там. Сейчас это давно пора выйти из всех этих православий, католиков. Надо давно проповедовать христианство и жить по-евангельски. Они все давно скатились и были такими, как от начала своего становления. Вот и все. Потому что они сразу под царей все подлезли. От кого выйти-то? Вот из этой надо выйти. Когда еще будет-то? Мы эту блудницу еще видеть-то в глаза не видели. И услышал я голос с неба, говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвернуться язвам ее. Так народ мой будет великой скорбь, да великой скорби восхищен. Да вот вам, пожалуйста, 18 глава, а еще на земле народ Божий. Я говорю, а как же сбудутся слова Иисуса и апостола Павла, который говорит, что есть из вас стоящие, которые не увидят смерти, не вкусят ее, как увидят царство Божие, пришедшее в силе и сына человеческого грядущего на облаках. Как это? И Павел говорит, что не все мы умрем, когда вострубит и восклонимся. Но некоторые из нас изменятся. Не все мы умрем. Кто-то начнет меняться в виде Иисуса. Я говорю, вот какие-то учения, что я говорю, книгу вообще читали? Просто книгу, как обычную историю, как рассказ, прочитайте это хоть раз в жизни. Веселись об этом небо и все святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним. Только что он это сделал. Ну и все в 9 главе. Аллилуйя, 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 воцарился Господь Бог Вседержитель, возрадуемся, заселимся, вздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его, приготовленную невесту, его приготовила себя. И дано ей облечься в весон чистый, светлый, весон же есть праведность святых. Напиши, блаженно званые на брачную вечер Агнца, это истинные слова Божии, Богу поклонитесь. Я вам так словечки вырываю, чтобы у вас просто все равно формировалась мысль. И увидел я это 19 глава, 19 глава книги Откровений. А у нас уже все все прожили, я вам говорю. Все, кто вот этими апокалиптическими фанатеют, у них уже все, все прошло, вот, 19 глава, только где тогда Пророки 2, где все эти блудницы, где все эти язы, где эти все кони, где эти все печати, где все эти трубы, Итог в 19-й. Увидел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верой и верной истиной, которую праведно судят и воинствуют. И все, дальше нам описано, как он и зверь, с ним лжепророк, и Господь чудеса, перед ним, которым обольстил, принявшись на считание звенья, поклонившись ему изображению, оба живые, брошенные в озеро огня, говорящие серые, а прочие убиты мечом, сидящего на коне, исходящих из уст его, и все пятицы напитались трупами. 20-я глава описывает с первого воскресения верующих во Христа и живущих по Евангелию тысячелетнее царство с Иисусом. Почему нам о тысячелетнем царстве с Иисусом ничего не описано, кроме одного стиха? И не приняли начертания, ну, кто они? Они ожили и царствовали с ним тысячу лет. Один всего пол стиха, а то и меньше. Четвертый, это четвертая часть стиха. Четвертый стих, это вон, большое предложение. Вот нам все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь слов. Вспомните слова апостола Павла. И уха не слышала, и глаза не видели, и на сердце не может прийти человеку, что Бог приготовил любящим его. Бесполезно это описывать. Павел, как опять великолепную формулу отописав, ничего не сказав. Потому что он и попытался сказать, что это невозможно описать. И он не был еще там, он был просто на третьем небе. И слышал кое-какие неизреченные глаголы. А он говорит, а то, что приготовил Бог любящим, его невозможно описать. Вы знаете, это будет чудное время. Мы будем бессмертны, с нами истина, с нами Бог, с Ним можно общаться. Свершится одна из моих заветных мечт. Я вместе с апостолом скажу, я его щупаю, я его слышу, я его вижу. Это действительно великолепно. Поэтому нам ничего вообще так кратенько в нескольких словах о тысячелетнем царстве. Потом мы видим, естественно, во второе воскресенье через тысячи лет всех уже людей и море, и ад все отдаст, будет, как его называют, страшный, великий суд, день суда, судный день, так его называют. Это, кстати, не те все вещи, которые мы до этого сами читали, по апокалипсису, вот эти трубы. Судный день, вот он где. В 20 главе, она так вся, в принципе, у меня суд, я ее и называю. И уже 25 глава, Господь творит, вот творю все новое. Я из Альфа и Омега, первое, последнее, начало и конец. Вот так вот. И храм уже не видел в нем, на новом небе, новом земле, ни будь ни храмов, ни соломонов, ибо Господь Бог, Вседержитель, храм его и Агнец. И слава Божья освящала его, и светильник его сам, Агнец, Иисус Христос. Вот так вот. Ну, еще много красивых слов, вот об этих уже, последних, о новом земле, о новом небе, но я считаю уже, я вам уже все сказал, что действительно, это не представит, даже, даже, даже на сердце человеку не может прийти, что Бог приготовил любящим его, да? А кто любит его, тот, что он сказал? Три раза. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. А заповедь моя, он говорил, чтобы вы любили друг друга, любите врагов ваших, люби ближнего твоего, того, кто на пути жизни твоей встречается. Кто не любит меня, он говорит, слов моих не соблюдает, а значит, не соблюдающий слов его не любит Иисуса. Как ты можешь говорить, я люблю Бога, я люблю Иисуса, а заповедь его не соблюдать, а ближнего не любишь. У меня на этом все, мои дорогие, любимые. Надеюсь, ролик был вам полезен, назидательно, интересен. Еще раз повторюсь, кто не знает, где найти, попросите в комментариях, я дам ссылку, но она есть и в описании, там вы найдете ссылки на всю Библию, на плейлисты, прям все по книгам разбит умнее Новый Завет. Ну, если кому-то непонятно, не можешь найти, я могу в комментариях на ваш комментарий, дать ответ, и, может быть, даже закреплю такой комментарий под видео, ссылку на мое прочтение книги Откровения, год назад, полтора года назад, я, наверное, почти два года назад, я это делал. Я думаю, вам это будет не безинтересно. Но, если вы считаете ролик полезным, назидательным, кому-то принесшим пользу и радость от услышанного, вы знаете, что делать. Пишите ваши в комментариях размышления, мысли, эмоции от прослушанного, выражайте, я с радостью все читаю, исследую, если есть чему поназидаться, тоже назидаюсь, ну и кто знает, по воскресеньям что-то интересное, отрадное, зачитываю. Всех целую, обнимаю, прощаюсь, до встречи в следующих роликах. Пока-пока.